КОНЕЦ Уморила я тебя? Ой, уморила. Даже не разогрелась. Так какой же силы мужика тебе надо, чтоб разогрелась, а? А в этом деле не только сила нужна. А что еще? Ласка. А, ну тогда у меня шансы есть. Посмотрим по случаю. Что значит любить по-русски? Это значит любить нежно, искренне, от всей души, не жалея себя, если это надо. Любить по-русски, это значит любить то место, где ты родился. Мне кажется, что это когда русский мужчина любит русскую женщину. Евгений Матвеев, которого часто называли самым народным, народным артистом страны, Долго шел к собственному пониманию того, что значит любить по-русски. В кино Матвеев впервые снялся в 1954 году в фильме «Доброе утро». А широко известным актером стал тремя годами позже после фильма «Льва Кулиджанова и Якова Сегеля» «Дом, в котором я живу». Здравствуй, сестричка. Простись. Простите, мне обдовыли вам нужно. На съемках фильма Кулиджанов сказал ему «Сердце слышишь? Вот его и слушай, оно тебя не подведет». Матвеев всю жизнь следовал этому совету. Двумя ногами подходил. Ты понимаешь, что ты говоришь? Почему я столько раз должна повторять, что я всегда любила только Митю? Это ты можешь понять? Любила. Любила. Вранье. Вранье. Он прав, когда ты не трогаешь сердце, не трогаешь вот нерв свой, не оголяешь. Какая-то пустышка выходит. Вот что-то неправда. Мне симпатична вот эта манера, когда он уж если любит, так любит, если ненавидит, так ненавидит. А вот эти вот полутона, да они хороши, наверное, хороши, но в каких-то определенных ролях. Герои Матвеева, сильные, безоглядные, душевные, были всегда в борьбе, всегда переполнены эмоциями. Пиши! В фильме Александра Иванова «Поднятая целина» его Нагульнов запомнился зрителем как истинный рыцарь революции. «Поднятая целина, я что хочешь напишу. Бить при советской власти не дозволено. Она, партия, тебя за это тоже не уважить». Так он да. И советскую власть, и партию вспомянул. Пиши. Расписка. «Я поднимаюсь на лифте, и вдруг, а длинные коридоры на Мосфильме, я иду по коридору, и вдруг вижу навстречу, мне идет такой высочанный, светлый какой-то, очень красивый детина, и вдруг говорит, о, идет лужка, вдруг облапил, а я трепетала очень, я еще только вообще делала буквально первые шаги в кинематографе, что четыре картины, это еще мало, а он уже, так сказать, был личность театральная. И вот эта личность обхватила меня, думаю, как он сказал, у нас будет все хорошо». «Человеке, телешок-то, не ходи». «Да ему не видно». «Нет, видно». «А видно, так смотрите на доброе здоровье». «Чужих, Макарушка, нету». «Он чужой». «А завтра я же не захочу. Мой будет». «Ты у меня смирненький». «Тружень. Труженьшка». Параллельно с поднятой целиной Матвеева пригласили на Мосфильм сняться в роли князя Нехлюдова в фильме Михаила Швейцера «Воскресенье». Более разных персонажей, чем Нагульнов и Нехлюдов, было трудно себе представить. «Ну какой из меня дворянин-совратитель?» – говорил Матвеев. «Мне бы шашку до коня, кожанку до сапоги». «И все же ему удалось создать чрезвычайно интересный образ, принесший ему огромный успех». «Окружной солнце. Быстрее». «Любовь – это основа всего. Без любви человек просто вянет, не живет. Любить надо все. И мы любим русский. Умеем любить, хотим любить и любим». В 1963 году на экраны вышел фильм Михаила Ершова «Родная кровь» с великолепным дуэтом Евгения Матвеева и латышской актрисы Вии Артмане. «Теперь, а чего я там буду тебе говорить? Обещать чего-нибудь? Ты не принимай серьезно. Это я с пьяного врать буду. Понятно?» «Ладно. Что ты смеешься? Я это серьезно говорил». «Ты мне говорил, что я чудная. А ты сам не чудной». Блестяще сыгранный актером Федотов потряс всех своей мужественной добротой и пронзительной искренностью. А сам фильм надолго запал в сердца зрителей. После одного из показов картины к Матвееву подошла семейная пара. «Мы посмотрели фильм, так это про нас». «Но почему вы показали только троих детей? Ведь он-то меня взял с четырьмя, и потом он не механик на пароходе, а машинист на паровозе». «Это был потрясающий умный человек, что для актеров, ну, очень нечасто у актеров бывает. Он настолько все просчитывал, то есть он мог предугадывать. Я даже думаю, что если бы не сложилась его актерская судьба, то он, ну, обязательно стал бы всесоюзно известным, всероссийско известным человеком, потому что у него была масса способностей, и даже, сказал бы я, возможностей. Он был очень убедительным, он легко вступал в контакты с людьми, он был обаятельным, и, повторюсь еще раз, он был чрезвычайно умным человеком». Матвеев завоевывал призы на фестивале, отмечался государственными наградами, и, казалось, его победам не будет конца. Однако жизнь приготовила актеру серьезное испытание, заставившее его потом написать. «Любить по-русски – это так любить свое дело, быть настолько ему преданным, что продолжать работать, когда должны были бы опуститься руки». «В начале 60-х годов были такие большие очень представления на стадионах, сборные концерты, они были театрализованные, актеры выступали в тех костюмах и в тех образах, в которых они в кино играли, и папа тогда там выезжал на Тачанке в костюме Нагульного. Весь стадион встал. Лошади испугались, понесли, и его выкинуло из Тачанки. Он тогда повредил себе позвоночник и колено». Блестящая актерская карьера Матвеева оказалась под угрозой. Он надолго слег в больницу. «Это был один из великих актеров, потому что он сумел зажигать. Что такое величина? Это человек, который ведет за собой. В каждое его появление – это появлялась личность. Он мог ничего не говорить, молчать, но внутренний мир все время в нем циркулировал. Это было интересно. За ним наблюдать было интересно. Про него я могу сказать, это без каких-то так восхвалений и все такое, я могу сказать, что Дженни был очень яркий, колоритный и великий актер». В актерскую профессию Матвеев пришел сразу по окончании войны. В Тюменском областном театре, куда его охотно взяли, высокий, мужественный и эмоциональный Матвеев стал с успехом исполнять героические роли. Матвеева вскоре заметили, и он перешел в новосибирский «Красный факел», который тогда называли «Сибирским хатом». Театр славился прекрасной труппой и великолепной режиссурой. Здесь началась серьезная профессиональная учеба Матвеева под руководством опытных наставников. С каждой новой ролью он играл все успешнее. Особенно ему удалась роль Улдеса в спектакле «Вей ветерок». Что такое любить по-русски? Ну, наверное, любить по-русски это бесплатно, безвозмездно и глубоко. В 1952 году Матвеева пригласили в труппу Малого театра. В последующие 12 лет работы в доме Островского он создал немало запоминающихся сценических образов. Одним из них был Освальд в спектакле по пьесе Ипсона «Привидение», в котором Матвеев играл с легендарной Гоголем. По словам Елены Николаевны, Матвеев играл Освальда сильно и ярко. Работать с ним было весьма удобно. Евгений Алексеевич очень бурно как-то ворвался. Вот это другое слово, не могу подобрать глагол. Именно ворвался. Такая природа очень сильная, мощная, эмоциональная. И он как бы ворвался в атмосферу Малого театра и, конечно, как вихрем преранёсся по всем, сыграл роли. Потом как-то вышел оттуда и решил самостоятельно уже работать. Вот такая вольная птица. В больнице Матвеев обложился книгами по теории режиссуры и настойчиво готовил себя к возвращению в кино. Его экраном стал потолок, на котором он мысленно просматривал свои будущие фильмы. Вот эта ситуация, которая произошла в Николаеве, она по себе тоже сыграла очень большую роль в его вообще творческой судьбе. Если бы не эта травма и всё, он бы, может быть, и в режиссуру не пошёл, а так бы продолжал работать в Малом театре. Хотя о режиссуре он думал давно. Играй, председатель! Рисать буду! Режиссёрским дебютом Матвеева стала картина «Цыган». Он сыграл в ней главную роль доброго и мужественного кузнеца Будулая. Снимался в жёстком корсете, с обезболивающими уколами, и несколько раз терял сознание. И снова заслуженный успех. Зрители принимают Матвеева режиссёра столь же восторженно, как и Матвеева актёра. Началась наша творческая встреча, и он сказал, что я счастливый человек. Мне очень повезло. Я, актёр Новосибирского театра, мечтал попасть в Малый театр. Я попал в этот театр. Я сыграл такие-то, я мечтал о театральных ролях, таких-таких-таких-таких перечисляет. Я их все сыграл. Я мечтал сыграть Макара Нагульного. Я сыграл Макара Нагульного в поднятой целине, в компанию с Людмилой Хитяевой. И даже я мечтал быть режиссёром. И я им стал. За дебютом последовали другие фильмы. «Почтовый роман», «Судьба», «Особо важные задания», «Время сыновей», в которых он также исполнял ключевые роли. В своих картинах Матвеев сумел воплотить суть народного характера, его красоту и силу. Они отличались гражданским пафосом, страстным темпераментом, ясным киноязыком. Мне не приходилось делать картины или играть роли, которые бы меня не волновали. Такого в моей практике не было. Я делал только то, что меня, как человека, гражданина, художника, волновало. То есть та боль, которая есть во мне, она вырывалась на общественное мнение. Поэтому для меня главное мерило оценки своего собственного труда – это правда. Очень остро в фильмах Матвеева звучала тема войны. Сам Матвеев, который в войну служил в Тюменском пехотном училище, всю жизнь переживал, что так и не был на передовой. Он с горечью вспоминал. Я был дежурным по училищу. И вот ночью ко мне подходит один фронтовик и протягивает на ладони орден Красной Звезды. Старшой, война-то скоро кончится, а у тебя грудь голая. Возьми. Словно ударил меня. В съемках сцены бомбежки из фильма «Особо важное задание» активно участвовали местные жители. И вот после окончания съемочного дня Матвеев с ужасом увидел лежащую в канаве старушку. Старушка, оказавшаяся невредимой, объяснила. А мы во время налетов всегда до темноты прятались. Да. Поешь, поешь нашего российского винограда. Ешь, ешь. Он горьковатый, но полезный. С особой теплотой зрители приняли кинодиологию Матвеева «Любовь земная и судьба», удостойную многими кинематографическими наградами. Роль Захара Дерюгина, мечущегося в любви к двум женщинам, можно назвать одной из лучших в творчестве Матвеева актера. «Любовь земная и судьба» Он увидел, что женщины, скрипачки, виолончелистки, вытирают слезы. Мы нежность, мы нежность, мы вечная нежность друг друга. Мы нежность, мы нежность, мы вечная нежность друг друга. Евгений Семенович был очень тактичный режиссер и человек. Но характер у него был вспыльчивый. Иногда он мог взорваться, когда ему что-то не нравилось, и актер все равно не обращал на его замечания внимания. Я не могу сказать, что у нас с ним были какие-то стычки. Нет. И я никогда не чувствовала напряжения рядом с ним. Мне было очень легко. Мало то, что у нас ее соперница, она, так сказать, где-то искалечила ее, в общем, бабью долю. Мало это. И вдруг Маня невероятно, так сказать, улыбается фашистам, танцует с фашистами. Она ведь не знает, что она несет партизанскую задачу. Поэтому, конечно, вот надо видеть конкретного. Конкретного. Вот этот мне нравится потому, что я должна от него узнать, куда они должны после Густича уехать. Он мне нужен. Значит, конкретный не играет. Правильно? У меня более простая задача. Я бы не сказала. В моем понятии любить по-русски, мне так кажется, что это, конечно, в первую очередь, это невероятная глубина и искренность чувств. Большой их размах, как, в общем-то, свойства русского вообще характера. Особое место в творчестве Матвеева всегда занимала тема любви к женщине. Матвеев, родившийся в женский праздник 8 марта, любил шутить, что как раз в этот день он ходит гоголем, а остальные 364 дня в году посвящает прекрасному полу. Начиная с его ранних ролей, в которых Матвеев красиво и убедительно играл любовь, людская молва приписывала ему бурные романы с партнершами по фильму. Людмилой Хитяевой, Валерии Заклунной, Ольгой Остраумовой. Актриса Вия Артмане рассказывает. Многие до сих пор не верят, что в жизни мы не были близки. Легенду создали зрители по роману наших героев. И мне кажется, что это очень красиво. И мы, актеры, не должны такой памятник разрушать. Не может творческий человек не быть ни в состоянии влюбленности. Обязательно. Он должен влюбляться в свою героиню. Тогда ничего не получится. А как же иначе? Он должен на тот период, пока они снимаются, он должен влюбляться. Другое дело, что ничего не может быть серьезного, глубокого. Но вообще какая-то такая блеск в глазах и желание увидеться с этим человеком, наверное, должно присутствовать. Если ты целуешься и партнер тебе неприятен, боже мой, это же пытка. У Матвеева всегда окружали многочисленные поклонницы. Ой, ну у нас творилось вообще что-то невероятное дома. И квартира была на втором этаже на Соколе. И вот от подъезда до квартиры, на каждой ступеньке лежали цветы, лежали записочки. Постоянно звонили, постоянно маме что-то там говорили, постоянно бабушке что-то говорили. У театра всегда толпа была поклонниц. Вплоть до того, что его просто черным ходом выводили в другой одежде, чтобы, так сказать, не сталкиваться. Потому что они просто разрывали его на части. Доходило даже до того, что вот под машину бросались, с которой он был. В жизни и на съемочной площадке Матвеев вел себя с представительницами прекрасного пола неизменно галантно и деликатно. Конечно, он нравился женщинам, бесспорно. Сказать, чтобы он был не увлекающимся человеком, ну невозможно. Конечно, он увлекался это. Он сам об этом говорил. Но это его не умоляло и как гражданина, и как человека вообще, и как режиссера, и как актера, коллегу. На съемках любовной сцены в фильме «Любовь земная» Матвеев прикрыл актрису Ольгу Остраумову одеялом, прежде чем лечь сверху. «Ну, вы даете, Евгений Семенович», сказала ему тогда актриса. «Вы бы еще ватные штаны надели». Я ни одного случая не знаю, чтобы он когда-то за какой-нибудь юбочкой просто увлекся. Я этого не знаю. Я этого не знаю. И вообще он был такой, не рекламирующий себя, как такой, знаете, ходок. Нет, нет, нет. Матвеев всегда подходил к любви бережно. Любить по-русски – это уметь жалеть. Жалеет – значит бережет, защищает. Как птенчика в руке, который выпал из гнезда. «Любить по-русски, ну, я думаю, что это любить одного человека всю жизнь. Нести ответственность, быть мужчиной в конце концов». Он был неизменно предан своей жене Лидии Алексеевне, скромной хористке Большого театра. «Ну, наверное, он влюблялся. И, наверное, у него были какие-то романы. Но для него важно было. Все-таки на первом месте была семья. Семья, семья, семья. Моя Лидочка, Лидочка, Лидочка». С ее прекрасным голосом Лидия Алексеевна могла сделать сольную карьеру певицы. Но посвятила всю свою жизнь мужу. «Как я могу Лидочкой не восхищаться, скажет Даней Матвеев? Сколько она из-за меня перетерпела?» Вы знаете, за всю жизнь я ни разу не слышала, чтобы у них были какие-то споры или ссоры из-за денег. Никогда. Даже тогда, когда папа был на инвалидности и получал пенсию по инвалидности, там, 43 или 46 рублей. И мы фактически все, мы с Андрюшей, там, я в школе училась еще, он в детский сад ходил. Работала одна мама. У нее была театральная зарплата. Мы жили на эту зарплату. И никогда не было разговоров о том, что что-то не хватает, что-то там кто-то купил, а мы вот не купили. А потом вообще вот такого вот вещизма или погоня за какими-то внешними атрибутами успеха у нас не было. Совершенно другие были приоритеты в семье. Кардинальные перемены в стране на рубеже 80-х и 90-х годов стали для Матвеева новым жизненным испытанием. Его, как и многих других деятелей искусств, обвинили в том, что он конъюнктурщик, забронзовевший под крылом Кремля. В это время перестроечное время, конечно, оно очень жертвенное время. Время жертвенное. Время чудовищное. Я вспомнил... Я немножко прикасаюсь к истории. Я вспоминаю выражения Пифагора. Замечательные. Человечеству грозят три вещи. Невежество священников. Материализм ученых. И бесчинство демократов. Тот лирико-патриотический образ, который создавал Матвеев, оказался невостребованным. А самому Матвееву припомнили исполнение ролей Брежнева и других номенклатурщиков. Кажется, отлюбил. Я помню, Евгений Семенович как переживал. Тоже пропускал через себя. И я уверен, что там микроинфаркты-то были. Вот в это время были. Потому что иначе не могло быть. Это мощный, сильный человек. И вдруг я помню, как у него пускались плечи. Как он какой-то сжимался. Вот, может быть, каких-то вещей. И непонимания чего-то. Ты что же? Уже можешь читать? Али гутарить по этому, по ихнему? Нет, еще гутарить не могу. Это не сразу дается. Ну, а так... Одним словом, по печатному. Начинаю понимать. Ведь Андрюха, четвертый месяц учусь. Трудная штука. О, трудная до невозможностей. Я за эти месяца только восемь слов наизусть выучил. Нет, ну, сам собой язык даже несколько похожий на наш. Много у них слов взято от нас. Но только, понимаешь, они концы свои к ним по пределу. Понимаешь? По-нашему, например, революция. Или коммунизм. А по-ихнему так же окромят конца. Они в концах какое-то шипение произносят. Вроде злобствуют на эти слова. Матвееву многое не нравилось в новой жизни. Почему так напористо, даже агрессивно, хлынули в нашу жизнь цинизм, хамство, неуважительные отношения к старикам, женщинам, жестокость по отношению к детям? Как могло случиться, что в открытые шлюзы весьма своеобразно понятые свободы понеслась мутным потоком всякая гадость, нечисть, пошлость? Мне нравилась в нем гражданская позиция. Пусть это не звучит, знаете, как-то пафосно, что ли. Нет, нам сейчас этого очень не хватает у многих. Матвеев снова не сдался. Любить по-русски – это уметь не просто терпеть, но и находить выход из, казалось бы, безнадежных ситуаций. Он начал читать и перечитывать Евангелие, вновь и вновь обдумывал свою жизнь, ища в ней рациональное зерно. Матвеев родился в 1922 году в украинском селе под Херсоном. Растила его мать, Надежда Федоровна, которую он боготворил до конца ее дней. С девяти лет пришлось самостоятельно зарабатывать на жизнь. «Я жил среди народа, из которого, как из вулкана, неслось творчество», – рассказывал Матвеев. «Я тоже научился играть на балалайке и петь, пел жалостливые песни и неприличные частушки, пародировал все, что только мог, а потом бросил дом, школу и бежал в Херсон. Он вступил работать в Херсонский театр. Это в 1939 году. В 1938 году ему было 16 лет. Вот. И там первое его знаменательное событие в жизни произошло. И увидел Черкас. И сказал, что ему надо учиться. Посоветовал ехать к Довженко. Тогда, в юношеские годы, Матвееву посчастливилось встретить людей, чьи поступки позволили ему потом написать. Любить по-русски – это уметь быть отзывчивым. Сразу приходить на помощь со свойственной русской душе широтой, безоглядностью. В 1939 году он поехал в Киев, поступил в киноактерскую школу и учился у самого Довженко. Тут произошло такое событие, которое повергло его в ужасное состояние. Он подумал серьезное самоубийство, потому что вели плату за обучение, которое он не мог себе позволить. Ходил по берегу Днепра и собирался топиться. А потом, не знаю почему, что его сподвигло на это, что он вернулся в школу, и узнал, что Довженко за него заплатил, он может дальше учиться. «Мой бог – мой учитель» – так назовет его потом Матвеев. На следующий год грянула война, и Матвеев оказался слушателем, а затем и преподавателем Тюменского пехотного училища. Где готовились курсанты перед отправкой на фронт. В училище жизнь преподнесла Матвееву еще один урок честности и порядочности. Приехала комиссия, которая должна была проверить степень подготовки кадров для фронта. Ну и папе пришлось показывать, им показывать необученных солдат, которых только-только к нему прислали, новобранцы. Ну и естественно, значит, за плохую подготовку кадров на фронт его под трибунал штрафбаты и, ну что, что в что обратить, может быть смерть. Но поскольку командир училища, он понимал, что папа здесь совершенно ни при чем, он людей вообще первый раз видит, он взял всю вину на себя, тем самым спас отца, а сам был уволен со своего поста. За годы жизни Матвеев сформулировал для себя принципы, которые, по его убеждению, не могли не оставаться незыблемыми. Любовь к матери, к женщине, к родине. Ну вот, Федор, искрестились наши дорожки. Если убьешь, так ведь не за идею, за бабу. Встать! Иуда! А я и воюю за баб, за сестер, за жен, за матерей, за землю свою воюю. Это и есть моя идея. Он решил снять новый фильм, который отражал бы его гражданскую и человеческую позиции. Ну, любить по-русски, я думаю, что это чувство русского человека, которое проходит через сердце и душу человека. Ну, не требует, наверное, взаимности. Вот был такой фильм «Любить по-русски». Я знаю некоторых людей, которые перечисляли деньги в фонд этого фильма. Я думаю, что вот в 90-е годы, когда государство кинематографу не помогало, как помогает сегодня, мы бы не смогли снять этот фильм без Матвеева. Потому что только убедительность Матвеева, когда он выступал перед зрителями, когда он разговаривал в кабинете с высокими лицами, и они перечисляли деньги. Когда люди буквально собирали по пятерке, по десятке, присылали на студию, в конвертах, переводами. Так был собран бюджет. Чего делать-то? Вперед! Давай вперед, козел! Артиллерия! Выдупредительный! Слева от колонны! Господи, только бы не попасть. Давай. Давай! Ниже! Трилогия «Любить по-русски», снятая в 1995-1999 годах, стала кульминацией творчества Матвеева. При всех ее недостатках, пристекавших из скудного бюджета, излишней упрощенности и политизированности, она была пронизана верой в неприходящие человеческие ценности и была воспринята миллионами россиян, как душевная, переживательная и подлинно народная. Если для сбора средств на съемки первого фильма-трилогии потребовались неоднократные обращения Матвеева к своим зрителям, то деньги на второй фильм люди уже несли сами, выкраивая их из пенсий и крошечных зарплат. Стали присылать в конвертиках на студию деньги. У них там был жуткий переполох, потому что как вообще потом перед людьми за это отчитаться. И тогда возникла вот эта вот идея продавать календарики. И люди покупали этот календарик, значит, но они практически инвестировали свои деньги в картину, которой еще не было. Миша, тебе ничего не надо? Нет. Может, хочешь парного молочка? Евгения Семеновича Матвеева часто упрекают в неком улыбке и говорят, что режиссура Матвеева такая старомодная. Его фильмы называли такими советско-индийскими. Я думаю, что критики, да и часть зрителей, которые так думают, не всегда правы, потому что это был авторский кинематограф Евгения Матвеева. Вот не стало Матвеева и не стало такого кино. С началом нового века культурная жизнь страны стала наконец возвращаться в нормальное русло. И Матвеев был полон новых творческих замыслов. Лишь одно его угнетало. У него был обнаружен рак легких. Матвеев всю жизнь неуемно курил, но так и не смог отказаться от этой пагубной привычки. Не показывая вида и не ставив в известность о болезни свою семью, Матвеев продолжал активно работать и встречаться с людьми. Я видел, как на глазах таял человек. И даже как-то однажды задал вопрос, он мне, по-моему, он говорит, да ничего, все будет нормально, все, я, все нормально. Он готовился сняться в двух новых картинах по сценариям Валентина Черных. В телевизионном фильме о Брежневе и в фильме «Свои», где он должен был сыграть бывшего кулака, спасшего от немцев политрука и чекиста. Когда я писал сценарий, я видел Матвеева, я знал его, я знал его возможности. Я знал, что он это может сделать очень хорошо. Когда я написал сценарий свои, я тоже ему показал. И видел в старике, в старике-кулаке, именно Матвеева, потому что Матвеев, который мог играть военачальников, что намного было сложнее, чем сыграть, по сути, человека самого себя. Он был вот таким. За месяц до начала съемок. 1 июня 2003 года Матвеева не стало. Я в жизни не забуду этот эпизод. Мы выходили из... После панихиды, как бы... Я нес портрет, и я сел в катафалт с водителем рядом. У меня был в руках портрет. Я, Дженни, сзади был Гропова, и мы выехали на Садовое кольцо. Вот это было у меня потрясение. Я понял, какой любовью пользуется Евгений Семенович. Стояли милиционеры, встало все Садовое кольцо. Вот мы ехали на кладбище, встало все Садовое кольцо, и все милиционеры отдавали честь. По стране прошли вечера памяти замечательного актера и режиссера. Мы провели, наверное, 15, думаю, не меньше, в подмосковных городах, поселках, вот эти вот памятные, торжественные, я бы сказала, вечера о Евгении Семеновиче Матвееве. И, знаете, вот мы первый раз боялись выйти с Клары, думаю, боже, ну как начать это все? А потом как-то вот люди настолько были настроены, и все это носило не траурный характер, заупокой, а наоборот, вот какая-то торжественность в этом была, и жизнеутверждение. Вот говорят, незаменимых людей нет. Ну, нет другого такого Жени Матвеева, нет такой фигуры, нет такого мощного, мощной энергетики человека. На церемонии закладки его именной звезды в киноаллее славы Матвеев, оставивший там отпечаток своей руки, сказал, «Этой рукой я косил, сеял, строил, стрелял, пожимал руки многим хорошим людям. Наконец, ею я обнимал в фильмах красивейших актрис нашего кино». Любить по-русски, возможно, это является такая, как бы, если относить к русским, то вообще может быть историческая такая культурная ценность для русских. Как бы только мы умеем так любить, и никакие иностранцы вообще такого даже в жизни, наверное, не представляли. «Так как все-таки любят по-русски?» Неоднократно спрашивали Матвеева. Он отвечал, «Я это понимаю так, любить просто по-человечески». «Любить по-русски, значит, жить без камня, без камня в сердце и в душе своей. Любить по-русски, значит, в море чувства, вести корабль возвышенных страстей. Любить по-русски, значит, в море чувства, вести корабль возвышенных страстей.